Здесь ведро заряжено И вот как вы только услышали, что выходит в хозяйке, раз, и убежали И убежали, да Потому что она сейчас будет в элитическом состоянии читать стихи Она как выходит из своей спальни А тут выходит из своей спальни Я не отсюда выхожу? У вас там спальня, а здесь у вас как бы... Тогда я подниму, раз, раз... Что-то начало? Начало выходить? Раз или два? В месяц, два швабра Швабра у нас, всё Ну и вот сейчас, вы теперь раз выключите, покажите Да, где зеркало? Вот, где зеркало? В одна Вот, вот, да, да И немножко переигрывайте, значит, в жизни, конечно, может быть... Ну что, перегружайте, что это вы дебили, поэтому здесь надо... Вот, 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 да, 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 да. Подожди, да, подожди, да. Мой голос для тебя и ласковый, и томный. Посмотри. Тревожит позднее молчание ночи темно. Близ ложе моего печальная свеча. Горит. Мои стихи, сливаясь и журча, Текут ручьи любви, текут полны тобою. Во тьме твои глаза блистают предо мною. Не торопитесь, не торопитесь. Мне улыбаются, и звуки слышу я. Мой друг, мой нежный друг, Люблю, люблю твоя, твоя. А вот это, пожалуйста, хорошо, вы поднялись, чтобы ваше лицо прям было нам, ну вот, 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 видно. Вы заточили, да. И на него тут. Твоя. Твоя. Губить его себя, парня. А, нехорошо, парня. Губить его себя только. Кухарка с горничной. По ягодой пошли. Всякое дыхание радуется. Мяу. Кошка и та. Свою радость понимает, подруг гуляет, пташек ловит. А вы всю жизнь сидите в комнате и никуда не выходите. Словно в монастыре. Да уж, почитай, да право, почитай, цельный год прошел. Как вы никуда не выходите. Пять месяцев. И не выйду никогда. Зачем? Жизнь моя теперь кончена. Жизнь моя теперь кончена. Он лежит в могиле, а я погребла себя в четырех стенах. Мы оба умерли. И не слушал по правам. Николай Михайлович померли. Так тому и быть. На все Божья воля. Царство ему небесное. Померла, да, горевал. Плакал. Смечет. Ну что ж. Не век же в глаза лепей. А то и ставок того не стоит. Соседям перестали есть. Забыли. И сами не есть. И не принимаете. Принимать не берете. Живем, извините, как пауки. Мы же ливреи съели. Добро бы хороших. Люди, не молодой. Полон господ. Может быть, как фотографически. Да нет. Полный господ. В рыблый полк стоит. Там офицеры. Ну, чистые конфеты. А в лагерях, в лагерях, в лагерях, в лагерях, то, ребята, то музыка играет. И военный оркестр. Барня, матушка, ну, молода, красивая. А ведь вот так красиво? Красиво. Красиво, красиво. Кровь с молоком. Только и жить в свое удовольствие. Я буду тебя поднять, а может, она уже садится. Снова. Только и жить в свое удовольствие. Опять там карточку. Так красота. Красота, красиво. Не на веки дать. Ну, пройдет, готов. Готов 10. 15. 15. Сами. И как бы. Так. Сами захотите же. Бабы, пройтись. Да господам офицерам. Ой, пыль в глаза пустить. Да поздно будет. Я прошу тебя. Никогда не говорить мне об этом. А еще строже можете сказать. Я прошу тебя. Я прошу тебя. Никогда не говорить мне об этом. Ты же знаешь. С тех пор, как умер Николай Михайлович. Жизнь потеряла для меня всякую цену. Тебе кажется, что я жива? Но это только кажется. Я дала себе клятву до самой могилы не снимать этого траура и не видеть света. Слышишь? Пусть тень его видит, как я люблю его. Да, я знаю. Для тебя не тайно. Он часто бывал несправедлив ко мне. Жесток. И даже не верен. Но я буду верна ему до могилы. И докажу, как я умею любиться. Там, по ту сторону гроба, он увидит меня такую же, какой я была до его смерти. Прекрасно. Прекрасно. Текст-то знаете. Я же говорю, что я знаю. Вот это хорошо, Маша. Вот это отлично. Я просто радуюсь. Я не застыдю говорю. Что он берет? Он всегда ездил на нем в Корчагину. Мы такие вскочили-вскочили. В Корчагину. Да, подожди. И вскакал. Нет, нет, вы вспомните. Он всегда ездил на нем в Корчагину и Классину. Нет, а теперь это вот как-то с этой стороны. Может, у меня? Я уже сказал. Любую-любую. Он всегда ездил на нем в Корчагину и Классину. Не делай, только фашистский символ, я что-то старался. Ну, а что? Молчай, молчай, молчай. Играя, играй. Как он чудно правил. А сколько, покажи. Сколько грации было в его фигуре. И свой покажи. Когда он изо всей силы натягивал больше. Да. Пом. 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 Топи-топи. Вадим, это ой, это... Силья, березка, да. Она как актриса. Прямо сейчас, может быть, знаете, уже... Готов. Готов. А вот так, ой. Это, конечно, скажут, что-то... Что-то она его держит, что-то, конечно, просто выпадает за постмодем такой, знаете, хандовый. Все помнишь. Все, говорю про себя. Нет, вот, вот, встаньте еще раз. Вот она вот говорит, что... Помнишь? Помнишь? Топи-топи. Прикажи дать ему сегодня лишнюю смушку овса. Да, вот, вот, да. Вы еще верите мне так, а так передайте. Прикажи дать ему сегодня лишнюю смушку овса. Мария, не тряпит. Ты не тряпит, и не прислушаешься. Прикажи, наконец, чтобы дали ему сегодня лишнюю смушку овса. Вот, 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 слушайся. Все, вы... Ты увидишь, Николя, как я умею любить... Как я умею любить и прощать... Любовь моя угаснет вместе со мною, Когда перестанет биться мое бедное сердце. Вот так, вы видели, сказали, Югурами. Как тяжелы эти люди. Что им нужно? Да. Немножечко можно, знаете, как гримасы, такие дела. Чуть-чуть. Барни, здраво, 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 здраво. Болван! Ну, говори, здраво. Спрятались, спрятались. Нет, спрятались за нее. А, за нее спрятались. Вот там, сели за кресло. За кресло, сели, вот я говорю, что так, что так. Сударыня, в честь имею представиться, основной поручник артиллерии, земля владелец, Григорий Стефанович Смиронов. Вынуждены беспокоить вас по весьма важному делу. Что вам угодно. Ваш покойный супруг, с которым я имею честь быть знаком, остался мне должен по двум пикселям 1200 рублей. Так как завтра мне приставят платеж процентов земельный банк, то я просил бы вас, сударыня, уплатить мне деньги сегодня же. Тысяча денег. Да ничего, ничего, хорошо. Не, 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 не. Хорошо, хорошо. Вот, и после этого как раз она говорит, что же делать, если у меня сейчас нет. Стало быть, не можете. Не заплатите. Не могу. Это ваше последнее сбор? Последнее. Последнее положительное? Положительное. Покурниче благодарю. Так и запишем. Встречается мне сейчас по дороге от Сизны. Стоп. Вот, хватит. Хорошо, хорошо. Да, подловили его. И спрашивали. А чего это вы существенные, Григорий Михайлович? Да помилуйте. Как же мне не свердиться? Нужны, да, храницу, деньги. Выехал еще вчера, утром, чур света, повесил всех своих должников. И хоть бы один из них не заплатил свой долг. По всей сцене работал. Измучился, как собака. Ночевал черт знает где. В жидовской кочме. У удочного почву. Вот, вот, да, да. Наконец приезжаю сюда за 70 верст от дому. Надеюсь получить. А меня угощают настроением. Ну как же мне не сердиться? Я, кажется, ясно сказала. Послезавтра вы получите ваши деньги. Больше не слушаю. Я вас больше не слушаю. Красиво. Вот, 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 вот. А вы вот так скажите, пожалуйста, настроение. Пять месяцев тому назад, может, Овер. Да мне-то нужно по эти проценты или нет? Я вас спрашиваю. Не нужно... Дорог становится. Человек! Ведь два раза какие-то. Быстрее, что вам пришло. Чего вам? Квасывание. Или воды. Водьки! Нет, какова логика. А? Какова логика? А, да. А, нет, какова логика. Человеку нужно залезть в деньги в бурнишица. А, видите ли, я не расположена заниматься денежными делами. Настоящая женская турнирная логика. Потому что я никогда не любил и любил говорить с женщинами. Мне проще сесть на бочку с порохом, чем говорить с женщинами. Ух, мороз по коже идет. До какой степени разводил меня этот Шикалеев? Чтобы мы хотя бы ездили увидеть поэтическое создание. Мамария, а вы так... Как у меня отзывался, не будет, как начинается с 40. Милет на него, смотрите. Просто захочешь хараул к мечи. Ну, подожди. Человек! Сейчас я тебе сделаю. Барни больны и не принимают. Пшел! Больны и не принимают. Не нужно, не принимают. Больны и не принимают. Не нужно, не принимают. Останности буду тачать здесь, пока не получу. Неделю будешь больна, и я неделю просижу здесь. Год будешь больна, и я год. А можно сказать, что шел? Да, да. Знайки-то шел. Нечего сказать. Хороша фигура. Себя осматривай. Весь в пыли, не брит. А вы, да, во время от времени выглядываете. Не мы. Кулаком пока грозит. Баренька, чего думала. Пока рано. Рано еще? Пусть еще пока. Меня за разбойника приняла. Да, немножко невежлива в такой виде гостиная является. Ну, ничего. Я тут не гость. Аккредитор. Аккредитором костюм не писан. Как не писан, он сказал, много вы себе позволяете. И тут забирает. А, здесь не забирает. Не писан, я там. Здесь я как его забираю. Много вы себе позволяете, сударь. Что? Ты с кем разговариваешь? Молчать! Хозяин, что на мазь, барны, что на мазь. Вот навязался на нашу голову. Как я зол. Как я зол. Да, зол, что кажется, весь фигмент стер. Порошок. Даже добра делается. Человек! Опять заключу человека. Опять критик. Человек! Вы выпили опять. Я опять критик. Человек, а он уже испугался. Даже добра делается. По боку выходит. Опустили глаза. Человек! Она вышла, вы на нее обратили внимание. Да, так не правило, но я. Милостивый государь. В своем уединении я давно уже отвыкла от человеческого голоса. Я не уношу крика. Прошу вас убедительно. Не нарушайте моего покоя. Отдай тебе деньги, я уеду. Я сказала вам русским языком. Да, да, вот хорошо. Денег у меня теперь свободных нет. Хорошо. Тут уже так современно. Знаете, типа, ну хватит играть. Здесь денег не надо взять. Денег у меня свободных нет. Здесь, можно, наверное, когда вы не там, где-то что-нибудь. Что-нибудь, что-нибудь. Рано. Нет, ну, нет, на самом деле. Вот, это на будущем. Да? Денег у меня теперь свободных нет. Погодите до послезавтра. Я вам тоже имел честь сказать русским языком, что деньги мне нужны не послезавтра, а сегодня. Если я завтра иду больше процентов, то должен буду повеситься. Девайтесь разметить, мы только не делаем, если у меня свободных денег. Ну что же мне делать, если у меня нет денег? Как странно. Так вы сейчас не заплатите? Так вы сейчас не заплатите, нет? Не могу. В каком случае? Лучше, разметить. Я остаюсь здесь. И буду сидеть, пока не получу. Послезавтра заплатят. Отлично. Я до послезавтра просижу таким образом. Вот так и буду сидеть. Я вас спрашиваю, где нужно платить проценты или нет. Или вы думаете, я шучу? Милостивый государь, прошу вас не кричать. Здесь не конюшня. Я вас не от конюшни спрашиваю. О том, что нужно мне платить проценты завтра или нет. Вы вспомнили, а вы не умеете держать себя в женском обществе. Вы не умеете держать себя в женском обществе. Нет, нет, это вообще даже не маг. Так а он не умеет держать себя в женском обществе. А вот в чем дело-то оказывается. А, то есть он просто... Да, да. Вы вырезер, поэтому вы его унижаете. Вы не умеете держать себя в женском обществе. Нет, я умею держать себя в женском обществе. Нет, не умеете. Вы не воспитанный грубый человек. Порядочные люди не говорят так с женщинами. А, удивительное дело. Как же вы, как же, не говорите, говорить с вами по-французски, что ли? Мадам же, в упыри, как я счастлив, что вы не платите мне денег. Ах, подойте, что беспокоило вас. Сегодня такая прелестная погода. Эта трава так вам приступит. Не умно и грубо. Не умно и грубо. Я не умею вести себя в женском обществе. А вы, конечно, я принялись. Положил на нежном чувстве половину в состоянии. Вы, как меня не проведете. Слуга покорная. Вы, как меня, слуга покорная, меня не проведете. Довольно. За все... Очень черное, очень жгучее. Алые гулки, ямочки на щеках, робкое дыхание. За все это, сударь, не горит. Ломного гроша не дам. Я не говорю о присутствующих. Но все женщины, от мала до велика, лгунишки. Ламаки. Но все женщины, от мала до велика, ламаки, кривляйки, сплетниться. Лунишки, там узлокостей, советы, мелочные, безжалостные. А что касается женской логики, то воробей любому философу в юбке десять шагов вперед даст. Очков. Очков? Очков шагов. Ну ладно. Очков вперед даст. Посмотришь на иное поэтическое создание, кисей, эфир, клубогиня, миллион восторгов, а заглянешь в душу, обыкновеннейший крокодил, но возмутительный всего. Ну вот здесь вот вы ломаете стул, а вы его опрокинете, вы знаете что, вы говорите, вот к ее стулу подойдете, вот к ее стулу подойдете, да видите, раз. К ее стулу не надо. Нет, не надо, так вы подергаете, а вот и он упадет, вот когда вот к крокодилу, к крокодилу подходит. Обыкновеннейший крокодил. Да, ну опустите его, вы его опрокинете. Ну вот, и она надо выдать, а потом поднимаете. Ну возмутительнее всего, что этот крокодил, мы приобретаем обратно, да? Обратно, я? Да, да, да. Хе-хе-хе. У вас текст как-то обыгрывался движением. Ну возмутительнее всего. Ну возмутительнее всего, что этот крокодил почему-то воображает, что его шедевр привезет. Белегием на поле, нежное чувство. Да черт побери, повесьте меня вот на этом гвозде. Разве женщина умеет кого-нибудь любить, кроме баллона? В любви они только умеют хныкать и распускать нюни. А погрозили ему кулаком, по-моему, здесь вот у меня стоят. Когда он говорит, что это самое. Там, где мужчина страдает, жертвует, ее любовь выражается в том, что она вертит шлейфом и старается по-крепче ухватить запас. Вы имеете несчастье, а вы женщины? Значит, по себе собой знаете, я вас на натуру. Скажите мне, поскольку... Белого вальшина, чем постоянную женщину. Скорее вы встретите нас. Она тут хуже, блин. Белого вальшина, чем постоянную женщину. Сейчас, выходитесь. Позвольте. Так кто же, по-вашему, верен и постоянен в любви? Чтобы заценив вас и сзади, и с боку, и все. Не мужчина ли? Нас, мужчины. Мужчина? Мужчина верен и постоянен в любви? Скажите, какая новость? Да как вы смеете говорить? Мужчины верны и постоянны. Коли на то пошло, что из тех мужчин, каких я только знала и знаю... Значит, вы вот здесь стоите уже. Сейчас она начнет вас двигать. Рано, нет, еще подождите. У меня еще дома, да. Еще рано, да, но вы уже здесь стоите. Коли на то пошло, так я вам скажу, что из тех мужчин, каких я только знала и знаю, самым лучшим был... Подлежали. Мой папой? Я любила его страстно. Вот он был страстно. Я любила его страстно, всем своим существом, как может любить только молодая, мыслящая женщина. Я отдала ему свою молодость, счастье, жизнь, состояние. Дышала ему, молилась на него, как язычница. И что же? Этот лучший из мужчин самым бессовестным образом обмакывал меня на каждом шагу. Вы сейчас начинаете участвовать. Я ему сейчас все объясню. Вот только чуть-чуть, вот так, немножко вот сюда же поднимите. Вот так, да, вот сейчас она... После его смерти я нашла к его столе... И наступите немножко... Полный ящик любовных писем. А при жизни ужасно вспомнил. Он оставлял меня одну... И на него посмотрел. По целом неделе. А он опять отойдет, а вы сразу раз или иди. На моих глазах ухаживал за другими женщинами. Сорил моими деньгами, шутил над моими чувствами. И несмотря на все это... И несмотря на все это, я любила его и была ему верна. Мало того, он умер, а я все еще верна ему и постоянно. Я навеки погребла себя в четырех стенах. И до самой могилы... И до самой могилы не сниму этого траура. Траура? Да за кого вы меня принимаете? Смотрите, а вот эта сторона тоже... А вот этот траурок это... Да за кого вы меня принимаете? То, что я не знаю. Это чиновник носит черный одинок. И погребли себя в четырех стенах. Это же так таинственно и поэтично. А я не в него усадьба какой-нибудь ёмкин или куцепоэр. Взглянет на окна и подумает. Лежит таинственная Тамара, которая, если бы их мужа погребла себя в четырех стенах. Знаем мы эти фокусы! Не слушайте его. Сейчас потом вспыхнет. Веселье. Еще раз. Знаем мы эти фокусы! Нет, почему? Она сейчас как раз вспыхнет. Нет, вы сейчас вспыхнете. Что? Как вы смеете говорить мне все это? А мы попробуем скачить только. Вот фокусы. Знаем мы эти фокусы! Что? Как вы смеете говорить мне все это? О, вы погребли себя зашли. Однако не забули напудриться. Да, да, да. Вот так. Да как вы смеете говорить со мною таким образом? Так, что вы вышли. Вы кричите на меня, пожалуйста. Я вам не приказчик. Нет. Подходит мне на... Позвольте мне на... Позвольте вещи настоящими и перед нами. Я не швейщина. А потому привыкнуть на засудение прямо. Не извольте же кричать. Не я кричу, а вы кричите. Извольте оставить меня в покое. В покое, говорят с вами. В покое! Отдайте мне деньги, и я уеду. А, заскочили. Вот только вот сюда вышли, сейчас на вашу фаску. А вы еще не сесть куда-то. Не, не, не. Рано, рано, рано. Рано. Я хочу вот сюда выйти, чтобы она вашу фаску сажала. Да, значит, что ли? Нет, нет. Вы сюда должны, сюда. Она вашу фаску сажала. Отдайте мне деньги, и я уеду. А вы спустились и вокруг него. А вот. Не дам я вам деньги. Не сдадите. А я не дам. А не дам. Не сдадите. Я шугар только вы. Пытайтесь ее увидеть, а то вы так, как-то говорить. Она вот тут, как, знаете, воровышек выскачет, а вы на нее смотрите. Вот, скажите. Не сдадите. А вот не дам. Не сдадите. А вот на зло же вам ни копейки не получите. А вот не получите. Не получите. Сударя, я не имею удовольствия быть вашими супругами жениха. А потому не делайте мне сцеп. Я этого не люблю. Вы сели? Вы сели? Север. Ну, вот это очень интересная сцена. Вот, вот, когда идите, посмотрите, вы на нее скажите. Вы сели? Два раза скажите. Вы сели? Север. Прошу вас уйти. Отдайте деньги. Как я зол? Как я зол? Я не желаю разговаривать с накалами. Извольте убираться вон. Исай, Исай, вы наверх поднялись, потому что сейчас Лука выведет. А вот, а вот пауза. Вы не уйдете вот уже сверху? Вы не уйдете? Нет. Нет? Нет. Хорошо же. Лука. 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 Слушай, кто так красивый? Выведи этого господина. Вон. Вон. Сударь, извольте выйти, когда вам билят. Нечего тут... Молчать! Ты с кем разговариваешь? Я из тебя салат сделаю! Ой! Вот сюда-то бежали. Ой, бачки, ой, ой! Не упали. Ой! О, дурно мне! О, чё-то дурно! А вы, где же Даша? Где же Даша? Даша, Пелаги, Фёдор! Ой, Пелагей, даже всё по ягоду пошли! Кому-то дурно пить. Ой, дурно мне! Ох, дурно, дурно! Извольте убираться вон! Не угодно ли вам быть повесили? Вы-то там распускайтесь, и вы-то с кулаками... Вы, мужик, грубый медведь, бурбон, монстр! А что вы сказали? Я сказала, что вы медведь и монстр! Какое вы имеете право оскорблять меня? Да оскорбляю. Ну так что же? Вы думаете, я вас обвес? А вы думаете, что если бы поэтическое создание, то имеете право оскорблять безнаказанных? Да? Если у вас здоровые кулаки и бычье горло, вы думаете, я вас боюсь? Я не могу, не позволю оскорблять тебя. Секунду. Вы думаете, я вас боюсь? Бурбон вы эдакий. А нет, а вы говорите, что если бы вы не сенсорны... Она сказала, подводите, какой же вы имеете право оскорблять? Да, оскорбляю. Да, оскорбляю. Ну так что же? Вы думаете, я вас боюсь? Вы после этого, я вам заметил, уже барьеру. А вы думаете, что эти поэтическое сознание имеют право оскорблять, да? Барьеру вы первый раз произносите. Барьеру. Вот именно после того, как поэтическое сознание назвали. И значит, после этого, ну да, Игорь Чехович, скажите... Вы думаете, если вы поэтическое сознание, то имеете право оскорблять безнаказанного, да? Барьеру. Барьеру. А вы там батьишку, 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 батьишку говорите. Они будут говорить, а вы вторым фоном говорите. Не ждите, что... Да, 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 батьишка, я не могу. А вы сразу замечаете. Вы сразу замечаете. Если вы, если у вас здоровые кулаки и бычье горло, вы думаете, я боюсь вас, а? Бурбон, бурбон вы эдакий. Я никому не позволю оскорблять себя. Я не позволю, что вы женщина слабое создание. Барьеру. Стрелять. А вы три раза. Медведь. 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 Отличный сад предрассудов, что один только мужчина обязан платить за оскорбление. Опять поднимитесь там на шпенечку. Медведь. Медведь. И швейка. Равноправность, так равноправность, черт возьми. Барьеру. Стрелять. Стрелять захотите. Сию минуту. Сию минуту. После мужа остались пистолеты, я сейчас принесу их сюда. После мужа остались пистолеты, я сейчас принесу их сюда. И дождитесь, и дождитесь. Только пошли. И опять вернулись, опять вернулись. С каким наслаждением я влюблю пулю в ваш медный лоб. Черт вас возьми. Ага. Так, вот. Я подстрелил. Я не мальчишка, я не сентиментарий щенал. Батюшка родимый, батюшка родимый. Сделал такую милость, ну пожалей меня. Стрелять. Уйдите отсюда. Господи, ты еще стреляться собираешься. Не перекрывайте его. Да, да. То есть вы чуть тише. Батюшка родимый, ну сделай такую милость. Стрелять. Ну пожалей ты меня, старика. Стрелять. Вот это и есть равноправие, эмансипация. Тут оба пола равны. Ох. Пострелись, принц. А куда он еще стрелять собирается? Да. Подмога. Да какова женщина. Черт вас возьми. Бребню в бурю медный лоб. Какова. Раскраснелась, глазки блестят. Вызов приняла. Приняла. А? Приняла. Визус приняла. Вызов приняла. Честное слово. Первый раз в жизни такую вещь. Батюшка, ну уйди ты ради бога. Ну уйди ты ради бога. Вот это да. Вот эта женщина. Настоящая женщина. Ха-ха. Не рекислят, не разборня. Порох, огонь, ракета. Даже убивать жалко. Батюшка родимый, уйди ты. Уйди. Она мне положительно нравится. Воложительно. Хочешь ямочки на щеках, но нравится. Готовь ей даже долго. Вот к этой фразе так не очень так. Готови. Даже долго. Простите. Да, да, да. И злость. Куда она прошла? Удивительно, дорогая женщина. А подойди пистолет. Стараться не дернуть ручкой. Хорошо, потому что ваши взгляды так, время от времени, вы смотрите. Ручкой, да, и взглядами. Вот. Хорошо. А в комнатах стреляться неудобно. Пойдемте в сад. Пойдемте. Нет, нет, вы уходите в глубину, здесь не совсем. Только я предупреждаю, предупреждаю. Выстрел, вот. Она вот ведет в глубину, и вот здесь вот она, красота, что вы еще должны задержать со спины. Еще вы стоите со спины. Вот отсюда, вот так она встанет со спины, вот вы ей говорите. Пойдемте. Да, я подниму, я уже сказала, она пошла. Пойдемте, пока я пошла. Ну, да, отсюда идти, что ли? Да, да, да. Пойдемте в сад. Пойдемте. Вот она пошла, и вы тоже смотрите, и все зрители смотрят. Вы ее успокоили. Вот она встала, и не оборачивается еще. И ваша лица. Только я предупреждаю, я буду стрелять им воздух. Оп. Этого еще не доставал. Почему? Потому что. И пошли сюда. Потому что это мое дело. Вы струсили, да? А, нет, суды, не виляете. Извольте идти за мною. Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба. Ага. Этого лба, которого я так ненавижу. Вот бы струсили. Вы струсили? Да, струсили. Лжете. Почему вы не хотите драться? Потому что. Потому что вы мне нравитесь. Я ему нравлюсь? Он смеет говорить, что я ему нравлюсь. Можете? Какие у вас ломкие стулья. Черт возьми, какие у вас ломкие стулья. Вы мне нравитесь. Я почти влюблен. Отойдите прочь. Боже, как это не вы. Я вас ненавижу. Я вас ненавижу. Мужик, какая женщина. Ничего подобного, живой встреча. Попал мне прочь, прочь. Прочь. Пропал, погиб. Попал в мужеловку, как мышь. Отойдите прочь. Отойду стрелять. Отойдите прочь. А то я буду стрелять. Отдеть мне, дружище. Стрелять. Вы не понимаете. Какое-то счастье умереть. Под взглядом их чудных глаз. Умереть для Валера, который здесь там маленькая бахотная ручка. Не надо меня даже понимать. Я сошел с ума. Сейчас уже может быть даже сюда выйдет. Я сошел. Нет, тут уже даже такая река придет для вообще мира всего. Я сошел с ума. Думайте, решайте сейчас. Если я сейчас отсюда уйду, то больше никогда не вернусь. Решайте. Я дворей. Порядочный человек. Имею 10 тысяч годового дохода. Стреляю. Попадаю в копейку под брошенную копейку. Пуле под брошенную копейку. Попадаю в пули под брошенную копейку. Имею отличных лошадей. Будьте как-то. Ходите быть поеденными. Ходите быть поеденными. Стреляться. Стреляться. К барьеру. А что там есть? Сошел с ума. Сошел с ума. Ничего не понимаю. Человек воды. А вы, а вы все прикидите. Барьер. К барьеру. Сошел с ума. Влюбился в козырак. Как мальчишка. Я вас за руку схватил. За руку. За руку. За руку. За руку. За руку не надо. Ха-ха-ха. Да, вас люблю. И один чапчик, что у него нет. Про задал. Люблю, как никто не любил. Да, вот такой. Машар, да? Да, да. Люблю, как никто не любил. Двенадцать женщин бросили, а девять бросили меня. Но я бы не любил так, как вот. Разрочился, развиводился, раскис. Стоял на колебельях, как дурак. Руку предполагаю. Пять лет. Я никого не любил. Дал себе за руку. А тут в тюрьму закатом отлоплен чужой кузов. Руку предполагаю. Да или нет? Не хотите? Не нужно? А вы, вот сейчас он пойдет, вы не терапитесь. Вот он сейчас пойдет, сейчас пойдет, вы отстойте. Куда он дойдет, вот уже ногу почти занесет. Нет, там длинный текст будет, еще будет она. Не сразу, до половины. Я, может, два шага сделаю, так, чтобы паузы. Руку предполагаю недужно. Да. Да, да. Идюшки в дереве, идюшки в дереве. Да, иду, вот она. Ее текст. Постойте, когда мы... Постойте. Ну? Впрочем, уходите. Опять пошли. Впрочем, постойте. Впрочем, постойте. Нет, уходите. Ой, нет, уходите, уходите. Я вас ненавижу. Я вас ненавижу. Опять пошли. Вы что ненавижу, пошли, бегите в игролее. Она или нет? Или нет? Не уходите. Ах, если бы вы знали, как я зла. Нет, я сказала, прокусc pawsк Язлова вот так вот... Не подходите. Ну это подходите, а вы подходите. Вы сейчас её должны обнять и поцеловать. И вы говорите, влюбился, как? Просто словами её заберут. Она говорит, не подходите, не подходите. А вы это вот так поспорите. Давай. Не подходите. А как я, Зо, влюбился как венозить. Стоял на коленях. Руку как-то. Даже мороз по коже ведёт. Я вас люблю. Очень нам надо было вас влюбляться. Завтра сеноколас процентов платить. А тут вы. Недавно. Отойдите проще. У вас поцелуй всё-таки не сейчас у вас идёт. Я думала, это конечный такой аккорд. Вы поднимаете левую руку и за талию. После сенокоса. Никогда не прощу этого себе, да. Сенокос начался. А тут вы. Обняли за талию. И ваше последнее язык. Никогда этого не прощу себе. Ну это вы говорите уже такие слова. А она тоже вот отклоняется. Отойдите проще. Прочь руки. Я вас... Вовсе не давали абсасию. И его плечи тут лежали. Вот так, вот так, да. Слушаюсь и убежали. Слушаюсь и убежали. Вот так, вот. Ну и сейчас. Ну и сейчас. Ну и сейчас. Слушаюсь и убежали. Так. Продолжение следует...